21 мая Карачаева-Черкесия отметила скорбную дату – День памяти жертв Кавказской войны. Траурные мероприятия прошли в республиканской столице, Хабецком, Абазинском, Адыгехабльском и Малокарачаевском районах. Люди пришли на митинги, чтобы склонить головы в память павших в Столетней войне. Фатима Даурова подробнее. Ближе к 11 утра площадь перед памятником жертвам Кавказской войны начала заполняться людьми, пришедшими на памятные события. Это представители правительства Карачаева-Черкесии, органов государственной власти, главы и делегации городских и муниципальных районов республики, представители общественных организаций, духовенства, жители и гости Черкеска. От имени главы Карачаева-Черкесии участников митинга приветствовал председатель правительства Мурат Аргунов. Жернова событий Кавказской войны перемололись сотни тысяч человеческих жизней. Многие представители адыгского и абазинского народов были вынуждены оставить свои родные очаги и долгие годы жить в скитании вдали от исторической Родины. К сожалению, историю спят не повернуть. Мы склоняем головы перед павшими в Кавказской войне. Представители общественных организаций отмечали важность сохранения исторической народной памяти и подчеркнули, что вопреки всем невзгодам народы Карачаева-Черкесии не только сохранили свою национальную идентичность, но и приимножили богатую культуру и добрые традиции. Когда мы вспоминаем те события, которые происходили с нашим народом, с абазинами, с адыгами, с другими народами Кавказа, с казаками, это была трагедия. И это надо помнить, не забывать, но жить сегодняшним днём, делать выводы, чтобы мы сохраняли свою культуру, свой язык, свои традиции и передавали из поколения в поколение. 21 мая 1864 года в урочище Кбаада, ныне Красная Поляна, состоялся праздничный парад в честь победы в Кавказской войне. И с этого дня мы потеряли нашу страну Черкесию. И наш народ разбросан по всему миру и проживает более чем в 50 странах мира. И сегодня каждый черкес, в какой бы стране или республике не проживал, сегодня все отмечают эту скорбную дату. Ровно в 12 часов по полудню, как и во всех остальных регионах страны и мира, где 21 мая вспоминают скорбную дату, объявили минуту молчания. А представители Духовного управления мусульман совершили поминальный обряд Дуа. После к памятнику жертвам Кавказской войны участники траурного мероприятия возложили цветы в дань памяти своим предкам. Параллельно основному событию в Черкесии траурный митинг прошел и в Хабесском районе. У подножия первого в мире памятника жертвам Кавказской войны, установленного в ауле Алибердуковский, собрались жители района. Эта скорбная дата затрагивает душу каждого черкеса, представителя большого этноса, который больше всего пострадал в этой вековой войне. Для нас это большое значимое событие и для нас очень важно, что сегодня эта дата является государственной. Такие мероприятия позволяют воспитывать нашу молодежь, объединять народы, приводить примеры прошлого, чтобы не было ошибок в будущем. В этот день скорбел и абазинский народ, который также понес большие потери в Кавказской войне. В память своих предков жители аула «Красный Восток» слонили свои головы перед памятником в их честь. Наши славные предки с честью и достоинством выдержали выпавшие на их горбку долю тяготы и испытания. В этот день мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни, защищая отчий край. Смиренно склоняем свои головы перед светлой памятью всех жертв Кавказской войны. А вечером в республиканской столице подножие монумента жертвам Кавказской войны осветилось искрами пламени полутора тысяч свечей. Живой огонь, как символ живой народной памяти в сердцах потомков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова